Приветствую вас, Анастасия. Давайте мы разберём ваш текст. Во-первых, значит, о чём вы жалеете. То есть это вот самый чуть ли не ключевой момент вашего текста. То есть вот у вас есть поведение, да, вот у вас есть определённая модель, в соответствии с которой вы себя ведёте определённым образом, да. Вот. И всё вроде бы хорошо, всё вроде бы замечательно, всё вроде бы неплохо, да, у вас. Ну, в плане того, что вы ведёте себя хорошо, вы ведёте себя адекватно, вы действуете так, как вам кажется правильным, вы защищаете свои личные границы, вот. Говорите мужчине, что с вами нельзя поступать определённым образом, что в принципе тоже правильно, вот. не терпите от мужчины, значит, ну, такого, скажем, да, неуважительного поведения к вам, вот. То есть это всё вы не терпите, этого всего вы не делаете, вот. И вроде бы вы всё правильно делаете, вроде бы. Вроде бы вы всё делаете верно. Но при этом потом вдруг вы начинаете жалеть о том, что сделали. И волей-неволей вопрос возникает. А по поводу чего вы жалеете? Вот вы говорите, что вы скучаете по мужчине, да, вы говорите, что вот я по нему скучаю и так далее. А почему конкретно вы скучаете? Что конкретно вызывает у вас это, вот это чувство скуки? Или, может быть, чувство потери? Вот. Вот конкретно, что именно вызывает у вас это чувство, чувство потери? Что вы потеряли, когда мужчина ушёл от вас? Вот. Мне кажется, что это очень важный момент. Потому что он, этот момент, тесно связан с вашими желаниями. Которые вы на данный момент, судя по всему, пытаетесь удовлетворить. Ну вот. И мне кажется, что очень важно понимать, что это за желания такие, и как вы их реализуете. Вот. А дальше вы, значит, пишите следующее. Может, всё-таки не надо было так резко этого делать? Может быть, надо было его подождать ещё? Подождать ещё, чтобы что? Подождать ещё, для чего? С какой целью подождаться? На что вы рассчитывали? И, вот смотрите. Смотрите. Мужчина, значит, ну, ходит к вам домой, да, вы отказываете ему в... ну, собственно, в этом, да, вы отказываете ему в том, чтобы он пришёл к вам домой. И он ведёт себя очень холодно. То есть здесь явный намёк на то, что мужчине от вас нужно совершенно определённое что-то. Вот, и, вот, здесь я, явный намёк на то, что, мужчине нужно от вас, ну, что-то определённое, что-то одно. Вот. И, скорее всего, это, а, секс, скорее всего, это секс, я так думаю. Вот. Скорее всего. Скорее всего это секс, вот, потому что, ну, а... Слишком уж его поведение, поведение, слишком уж оно явно говорит о том, что мужчина интересуется вами только вот в контексте, в контексте реализации своих сексуальных желаний. Потому что, ну, духовной стороной, да, он не интересуется вашей, сами вы его не волнуетесь, время проводится с вами, он тоже вроде как не готов, да. Вот. И все это, опять же, наводит на определенную мысль. Наводит, наводит на определенную мысль о том, что этот человек может вам дать, мог вам дать. Вот. Дальше, дальше. Смотрите. Какая история. Вы говорите, что вы жалеете, да, о том, что, ну, вот, поступили так. Вы говорите, что жалеете. Допустим. Допустим. Допустим, так. Допустим. Допустим, вы жалеете. Но. Вспомните, вспомните свои чувства, когда вы решили, значит, ну, вот, так себя вести. То есть, когда вы решили мужчине дать от ворот на ворот. То есть, когда вы решили, что с вами так нельзя. Вот. Вы вспомните этот момент. Что вы чувствовали этот момент. Обиду, да, наверное. Обиду, ощущение, что, ну, что, что с вами нельзя так обращаться. Да, ощущение, что вы недостойны такого отношения к себе. Вот. Так, а почему же вы так быстро забыли свои чувства? Почему же вы так быстро забыли о том, вот, ну, по какой причине вы так себя повели? Вот. И, конечно, очень важны желания ваши. Конечно, очень важны ваши желания. Потому что то, что вы скучаете по человеку к человеку, который, по сути, с вами времени не проводил, и говорит о том, что вы очень сильно нуждаются в чём-то. Либо в любви, либо в принятии вас, либо в значимости своей. То есть, вы не чувствуете себя в значимости. То есть, здесь я бы рекомендовал бы вам проанализировать то, чего вы хотите. Вот. Что вам нужно. Потому что, потому что скука, та скука, которую вы описываете, она очень, ну, очень похожа на какую-то личную потребность. Вот. И, по факту, получается так, что вы, ну, друг о друге, да, не думаете с мужчиной. То есть, каждый из каждой, по сути, думает только о себе. Вот. Каждый, по сути, думает только о том, чего хочет он. Вот. А не чего хочет другой человек. И мне кажется, что это основная проблема. То, что вы требуете что-то от молодого человека, не будучи готовый что-то для него, для него делать, например, что-то ему давать, что-то ему отдавать. А он, он ведет себя, в принципе, так же, значит, не желая что-то отдавать вам и желая только лишь что-то получать для себя, конечно же, и, и по итогу, по итогу, по итогу ничего не выходит. То есть, по итогу вы не добиваетесь ничего. Вот. И, на мой взгляд, это, вот, является основной проблемой. Вот. То есть, ваше желание и ваша постановка в себя, в своей личности, в отношениях. Вот. Ну, и, конечно же, знакомство в баре... э, э, на дискотеке, да. Вот, это тоже весьма, весьма и весьма показательный момент, то есть, э... Почему на дискотеке вы знакомитесь с мужчинами, почему вы знакомитесь с мужчинами там, где, в общем-то, меньше всего вероятность встретить хорошего, серьезного мужчину, который действительно будет, ну, вас ценить, который действительно будет обращать внимание на вашу личность и так далее. А вы ожидаете вот ребят на дискотеке, да, которые, в общем-то, много знакомств воспринимают как случайные и не без основания, надо сказать. Вот, вы ожидаете от этих ребят чего-то, ну, такого прямо вот, прямо важного, да, заоблачного, духовного и так далее. Хотя это явно не тот контингент, который может вам это предоставить. Это скорее вопрос к вам, да, вот по какой причине вы свой досуг проводите на дискотеках и что вы от дискотек ожидаете? Нет ничего плохого в том, чтобы проводить свое время на дискотеках, да, вот в этом нет ничего плохого абсолютно. Но, когда вы знакомитесь с мужчинами на дискотеках, да, и потом ждете, что они будут вам давать какую-то обратную связь, которая вам нужна. Это создает впечатление, что вы, значит, играете в такую игру, которая называется «Насилуют». То есть, участник этой игры ведет себя так, неосознанно, не всегда осознанно, что мужчина думает, ну, вот в данном случае женщина, да, вы, мужчина думает, что ему делают предложение, вот, то есть, мужчина думает, что ему предлагают, ну, секс, хорошо провести время, идти, вот, и так далее. А мужчина, мужчина, он понимает это, он чувствует это, и он рассчитывает, он рассчитывает на это. Он рассчитывает на то, что ситуация будет складываться, ну, вот примерно таким образом, да, вот, что вы дадите ему секс, ну, такой, значит, ни к чему не обязывающий секс, скажем так. Ну, вот. И он ведет себя, он ведет себя так, как и должен себя вести мужчина, который ожидает секса. Вот. Но, в действительности, оказывается, что вы хотите совсем не этого, а вы хотите, там, совсем другого. Вот. И мужчина, оказывается, у него такое ощущение, что вы его обманули. Вот. И если такое повторяется, если такая ситуация повторяется, что она у вас, ну, не первый раз уже, вот, то я порекомендовал поработать и с этим. То есть, с вашей моделью поведение женское, как вы себя припапносите, ну, мужчинам, вот. Как вы себя с ними, с ними ведете, вот, с мужчинами, что вы им, там, говорите, да, например, мужчинам. Опять же. И так далее. Вот всё это, очень важный момент, момент. Если мы хотим, хотим понять, откуда у вас взялась вот эта вот тоскливость, откуда у вас взялось вот то, что вы с мужчиной явно друг друга не поняли, да, что вам хотелось совсем другого, а он вас не понял и так далее. Вот. Тут основной вопрос, основной вопрос. А умеете ли вы, умеете ли вы заявлять о своих желаниях? Вот. Умеете ли вы говорить о том, чего хотите? Вот. Умеете ли вы вести себя так, чтобы мужчина понимал, что вы хотите именно этого, например. Что вы хотите, там, ну, например, общение, что вы не девочка, с которой можно просто взять и переспать, да, например. То есть, очень важно, чтобы не только вы думали о себе так, но чтобы вы и доносили людям, что вы такая. Чтобы, чтобы они не думали о том, что вы можете быть другой. Вот. Вот, понимаете? И это, конечно, в первую очередь, проработка ваших победительских паттернов. Вот. И во вторую очередь, это работа с вашими целями. То есть, чего я хочу, для чего я хочу и почему я хочу. Вот. Ну, а, соответственно, начинать нужно именно с ваших желаний. Вот. С того, собственно, что вам нужно. Вот. И я полагаю, что именно основываясь на этом, отталкиваясь от этого, вот, мы могли бы что-то выяснить и вам помочь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, благодаря вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.